Франция – страна самобытная. Французские духи, французская кухня, французская мода. Неповторимость во всём – вот девиз гордых галлов. И в военном деле Франция идёт своим путём. Истребитель «Мираж» – такой же символ боевой авиации конца 20 века, как Микеле Фантом. И сегодня его последняя модификация «Мираж-2000» защищает французское небо. После Второй мировой военная промышленность Франции фактически была недееспособна. На вооружении состояла техника иностранного производства. Американские и трофейные немецкие танки, английские самолёты. Существовал выбор – воссоздать национальный военно-промышленный комплекс или сделать ставку на закупки иностранного оружия. Президент Деголь принял первый вариант. Авиастроение – одна из самых наукоёмких и затратных отраслей. Своеобразное зеркало военного и экономического потенциала страны. В 30-е годы Франция строила отличные самолёты. Но во Второй мировой было потеряно всё. В 50-е годы Франция начала воссоздавать национальную авиацию. За несколько лет был создан целый ряд самолётов, практически не уступавших советским и американским. Но высшим достижением французского авиастроения оказался истребитель «Мираж». Именно он стал символом возрождения военной мощи Франции. В «Мираже» отразилось всё своеобразие французской школы авиационного дизайна. Это была машина с дельтовидным треугольным крылом, построенная по схеме без хвостка. Даже внешним видом она отличалась от американских «Суперсейбров», «Фантомов» и наших «Мигов-21». В ВВС Франции сформулировали требования к новому истребителю ещё в 54-м году. Это должен был быть лёгкий, всепогодный, сверхзвуковой перехватчик для обороны стратегически важных объектов. По итогам конкурсных испытаний предпочтение было отдано прототипу фирмы «Марселя Дассо» – МД-550 «Мираж-1». В ходе экспериментов машину продолжали улучшать. Вскоре подоспел выдающийся по меркам того времени реактивный двигатель «Атар-101». Он позволил создать более тяжёлую машину с бортовым локатором, управляемым ракетным оружием и увеличенной дальностью полёта. Так родился «Мираж-3». Серийное производство самолёт запустили в 60-м. Его выпуск продолжался в разных странах до 89-го, почти 30 лет. За это время было выпущено множество модификаций «Мираж-3». Истребители, бомбардировщики, разведчики и учебно-боевые. Звёздным часом карьеры этого самолёта стала Октябрьская война 67-го года на Ближнем Востоке. «Мираж-3 Си-Джей» был наиболее мощным и эффективным истребителем ВВС Израиля. За неполную неделю в воздушных боях арабские ВВС потеряли 50 самолётов. Две трети из них были сбиты «Миражами» пушечным огнём в «Докфайте» в ближнем манёвренном бою. На базе «Миража-3» в нескольких странах были построены собственные варианты истребителей. В Израиле «Нешер», а затем «Кфир». В ЮАР – «Чита». В Аргентине – «Даггер». По мере того, как создавались истребители нового поколения, выяснилось, что по сравнению с ними схема «безхвостка» имеет ряд недостатков. Это худшие взлётно-посадочные характеристики и статическая неустойчивость. Но с появлением цифровых систем управления и более мощных двигателей эти минусы удалось устранить. В конце 70-х во Франции снова вернулись к идее создания новейшего истребителя по «безхвостной схеме». Прототип получил обозначение «Мираж-2000». С 83-го года «Мираж-2000» стал производиться серийно. До сих пор он составляет основу ВВС Франции. За 20 лет эксплуатации выпущено три основные версии – истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик и специализированный ударный самолёт «Мираж-2000Н». Он был создан для преодоления ПВО противника на малых высотах и доставки к цели ядерных боеприпасов. «Мираж-2000» – компактная машина. По своим размерам она уступает российскому МиГ-29 и американскому Ф-18 «Хорнет». Истребительный вариант обладает неплохой манёвренностью и очень высокой скороподъёмностью – 284 метра в секунду, уступая в этом лишь МиГ-29 и Су-27. Особое внимание французы удивили ударным возможностям нового «Миража». Он может нести высокоточное управляемое оружие, бомбы и ракеты лазерного наведения, кассетные бетонобойные боеприпасы для уничтожения взлётных полос аэродрома. Новейшим ударным оружием «Миража-2000» в самое ближайшее время станет ракета «Сторм Шэдоу», специалисты считают, что это значительно более сложная система оружия, которая в состоянии уничтожить цели повышенного уровня защиты – бетонные бункеры и капониры, толщина стен которых достигает нескольких метров. «Мираж-2000» сыграл сравнительно скромную роль в войнах последнего времени. Он патрулировал воздушное пространство Ирака во время войны в Персидском заливе и делал то же самое в балканском небе над Косово. Но воздушных боёв ему вести пока не довелось. «Миражи-2000» в значительных количествах поставлялись на экспорт. Самым крупным иностранным покупателем оказалась Индия. В ВВС этой страны «Мираж-2000» наверняка прослужит дольше, чем у себя на родине. На вооружении французских ВВС самолёт останется ещё несколько лет. С 2006-2007 года его постепенно начнёт заменять новейший истребитель – «Рафаль». «Рафаль».